Всем привет! С вами, как всегда, я, Абоба, которая не сделала математику. И сегодня у нас будет курс по анатомии вот этой вот Чупакабры. Погнали! Если что, этот курс будет сейчас максимально коротким. Возможно, когда-нибудь я сделаю на него полную версию во всех подобностях. Я потерял по своей тупости тот рисунок, который я сделал по анатомии этого медведя. Но что могу сказать, у него максимально атрофированные задние конечности, в которых есть небольшая кость, но он ими даже не пользуется. Так как вместо задних конечностей он использует свой хвост. Также такой череп позволяет ему хорошо видеть, да и вообще, типа, да. Задние конечности же атрофировались, потому что они уступили месту гигантскому хвосту, как это уже понятно, который помогает в плавании, так как большинство льдов начали таяться или просто-напросто разрушились по каким-то другим причинам, из-за чего большинству белым медведям стало негде жить. Такие белые медведи, в общем, довольно быстро, на удивление, приспособились к таким условиям. Такой хвост помогает им плавать. Плавает он подобно головастику, то есть двигает хвостом влево и вправо. Есть много способов плавания, но этот самый простой и примитивный. Таким способом пользовались самые первые позвоночные на планете. Я не знаю, почему белый медведь, довольно развитое существо, решило плавать именно таким способом. Ну, точнее, не белый медведь, а природа так решила. Деформированный череп вызван тем, что это более удобная форма для плавания. Уши атрофировались, так как в воде они не особо нужны. Чувствуют же они все. Точнее, слышат вибрации приближения более гигантских охотников по типу косаток. С помощью мелких волосиков на их носу. В данный момент мы видим, как эта особь добралась до места, где уже растут деревья. Почему-то именно эта фотография расфортилась. Возможно, это потому, что белые медведи стали очень агрессивными и большинство фотографов не выживали. Но данный фотограф сразу загрузил в сеть данные изображения, после чего его растерзали. Но это было все. Всем пока.